Сочинский олимпийский шоу Я очень рад уровням соревнований, уровням проведения соревнований. Я думаю, что эти соревнования, клубный чемпионат лучший из тех, которые я видел. На самом деле это так. Я очень горд за Россию. Турнир прошел при поддержке правительства Самарской области и при участии попечительского совета областной федерации дзюдо, который возглавляет заместитель председателя правления Роснано, советник гендиректора госкорпорации Ростех, руководитель Самарского рекотделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян. Генеральным информационным спонсором «Золотой лиги» выступила телерадиокомпания «Терра». И мы желаем удивительных, ярких побед, участников соревнований, гостям, зрителям и горды Самары добра, здоровья, благополучия и яркого спортивного праздника. Россия подтвердила высокий класс не только вокруг татами, но и на нем. В мужском финале соперниками фаворитов из петербургского клуба «Евара-Нева» стали борцы «Алании», которые во многом сенсационно победили команду немецкого «Абенсберга». В каждой команде есть разные легионеры, есть чемпионы мира, олимпийские чемпионы и в женских и в мужских командах. И в принципе уровень соревнований, он сам за себя говорит, что Кубок Европы – это знаковое событие. Дзюдоисты петербургского клуба, почетным президентом которого является Владимир Путин, соотечественников в финале победили. А вот женская команда «Евара-Нева» путевку в финал в упорной борьбе уступила итальянкам. Но и бронза для девушек, в числе которых самарские спортсменки Анастасия Конкина и Ирина Заблудина, стала победой. Лично для меня это праздник. Я рада, что приехали мои коллеги, друзья, что я встречаю в родном городе, в любимом городе. Я очень рада приветствовать их в Самаре. Конечно, мы рады, что мы в тройку вошли. Хотелось бы, конечно, нам бороться в финале. Но борьба получилась, все старались, все выложились. В принципе, девчонки молодцы. Главный итог этих соревнований, я думаю, это, во-первых, популяризация прекрасного вида спорта. Дзюдо очень много людей увидели и дальше очень много людей узнали город Самара, нашу Самару, родную, не только в нашей стране, но и в Европе, и во всем мире. После успешного проведения Золотой Лиги в Европейском Союзе дзюдо родилась инициатива проведения первого чемпионата мира под дзюдо среди клубов. По мнению функционеров, состояться он должен непременно в России.